Маленькая Джессика в приюте оказалась уже второй раз. Ее забрали отсюда несколько недель назад, но животное пришлось вернуть из-за переезда. Сейчас Джесси вновь обживается на старом месте и с нетерпением ждет нового хозяина. Собака спокойная и очень послушная. От человека на улице ни на шаг не отходит, поэтому прогулки в ее компании одно удовольствие. Ей около полутора лет и в размерах она уже не прибавит. Она такой же и будет. Это вот чисто для квартиры. На диванчике поваляться, погулять с ней. Крупная дворняжка Лекса наоборот. Собака очень активная. Несмотря на то, что ей уже два года, она часто ведет себя как щенок. Просит внимания, игры, ласки. Готова все сделать для того, чтобы ее почесали по брюшку. Собаку нашли в районе улицы Трактовой. Животное бегало по проезжей части и чуть не попало под колеса. В приюте она недавно сейчас проходит стерилизацию и все необходимые прививки. С таким подшерстком собаке, как говорят волонтеры, дорога в охранники. Но цепь должна быть длинной. Она очень активная. Такой собаке очень тяжело будет на цепи. Да и все равно, даже если мы на цепь куда-то отдаем, мы оговорим, чтобы прогулки обязательно были. С детьми будет хорошо. Она не кусает, не прикусывает, ничего. Если у кого большая семья, отличная будет охранница. Будущему владельцу бойцовской собаки Ильмы, чтобы быстро с ней сдружиться, придется, скорее всего, поработать с кинологом. Животное нашли на пересечении проспекта Ильича и улицы Космонавтов. На морде собаки виднеются шрамы и непонятно, где она их заработала – в уличных потасовках или от старого хозяина. Несмотря на это, Ильма, как и все собаки, любит играть, нежиться на солнце и общаться с человеком. Для того, кто захочет стать ее хозяином, у волонтеров есть несколько советов. Чтобы приютить нового члена семьи, будущие владельцы также должны соблюдать некоторые условия. Например, на съемное жилье волонтеры питомца не отдадут. Ситуации, когда люди переезжают и возвращают животных, возникали часто. Кроме того, для сотрудников приюта важно, чтобы к собаке или кошке хорошо относились, не били и хорошо кормили. Если в частный дом отдается, обязательно длинная цепь, утепленная будка. Ну, лучше тросик. Обязательно про выгул выспрашиваем. Потому что, если нет выгула, мы даже не отдаем своего питомца. Потому что у нас питомцы все стерилизованные, привитые, откормленные. И тоже хотим, чтобы их любили или леяли. Соблюдение всех условий стоит того. Ведь взамен человек получает верного друга и товарища. Сейчас в приюте более сотни животных, которые ждут любящего хозяина. Николай Свердлов, Никита Нехорошков и Дамир Харисов. Служба народных новостей. Служба народных новостей. Служба народных новостей. Спасибо за просмотр! Продолжение следует...